библейский портал экзегет.ру представляет приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и вместе с вами мы продолжаем изучать книгу деяний святых апостолов сегодня читаем шестую главу но вот прежде вспомним как в предыдущих главах мы видели что у множества верующих было одно сердце одна душа никто ничего не называл своим но все не было общее и вот там вот это продажи имущества земельных наделов которые были для того чтобы составить некую общую кассу из нее помогать а не имущим не имущим чадом первой иерусалимской церкви и вот казалось такое как бы их идеальное существование но где много людей там появляется и много соблазнов и по мере того как церковь христова пополняется новыми членами новыми чадами где-то возникают вот какие-то шероховатости сложности недопонимания и вот про это недопонимание мы читаем в 6 главе правда это привело таком промыслительному божию действию потому что на особое служение посвящается семь диаконов в эти дни когда умножились ученики произошел у эллинистов ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были ежедневном раздаянии потребностей о чем мы читаем о том что в то время ежедневно раздавались некоторые продукты некоторое материальное вспомоществование лицам социально незащищенным в частности речь идет о вдовицах и вдовы действительно находились в наиболее таком вот нелегком положении потому что женщинам вообще было тяжело устраиваться где-то трудиться если они работали то получали крайне низкую плату и даже у иудеев вот при храме соломоновом тоже оказывалась некая вот поддержка вдовом и тоже давалось им на пропитание вот ну тем более у христиан у христианка поскольку евангелие христово оно преисполнено милосердию любви и заботы о ближних вот это должно было присутствовать самого начала и раздавали и тут вдруг видят что происходит некий робот да почему так потому что эллинисты кто такие эллинисты кстати эллинисты это не эллины эллины то есть и греки по национальности по культуре а эллинисты это имеется ввиду те иудеи которые жили вне родной земли вне иудеи и вот они поселялись местах с греческой культурой ну допустим там на острове кипр в антиохии в малой азии собственно в греции и вот находясь вдали от родины они больше воспринимали эллинский язык греческую культуру некоторые из них уже начинали забывать родной язык и когда вот у них в синагогах читалось священное писание то для понимания читалось и на греческом языке вот скажем септуагинта да это перевод на ветхого завета на греческий язык вот ну и конечно такие строгие вот ортодоксальные иудеи они могли смотреть на вот этих иудеев с эллинской культуры то есть на эллинистов смотрели свысока на них и поэтому могло возникнуть так что ну как бы вначале кто-то вот дает своим да потом тем кто не до конца свой воспринимается как бы там ни было может быть это даже просто какие-то вот беспочвенные были подозрения но ропот такой возник что показалось эллинистом что и вдовицы пренебрегаемы то есть обеспечиваются не в первую очередь а во вторую очередь и тогда что происходит что об этом говорят апостолам и дальше что мы читаем тогда 12 апостолов созвав множество учеников сказали нехорошо нам оставив слово божие пищись о столах и вот видимо вот это вот раздаяние необходимых продуктов питания может быть какой-то вот милостыни денежного вспомществования оно совершалось через не самими апостолами а какими-то вот поставленными ими людьми и соответственно на них вот пали нарекания вообще всякий человек который берет на себя те или иные административные обязанности он невольно подпадает под нарекания вести не бывает идеальных людей да и как бы ты ни старался все сделать прекрасно все равно будут какие-то ну там шероховатости всегда будет кто-то недоволен ну и вот апостолы они что делают они не сами решают они созывают все множество да то есть всю перво христианскую общину созывают и что говорят что конечно вот нам а не хорошо с проповеди евангелия христова переключиться на материальную такую заботу вот кстати пищись о столах там по-гречески диаконейн трапезис то есть буквально вот это служение диаконии да и отсюда может быть и пошло что диаконы служить трапезом не хорошо нам оставив слово божие служить трапезом и иначе что получится что если тот кто призван проповедовать будет заботиться там о вещественном да то тогда проповедь оскудеет кому тогда проповедовать проповедовать надо тем кто призван к этому богом кому даны такие таланты дарования способности и не нужно вот одно с другим смешивать но апостолы предлагают итак братья выберите и среды себя семь человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу а мы постоянно прибудем в молитве и служение слова что предлагают предлагает апостолы что в нем и сами вам сверху назначим а вот вы выберите и выберите ну это решили вот именно по числу семь да так интересно что то избирается вот это священное число семь первых диаконов какие к ним характеристики мы видим прилагаются семь человек изведанных изведанных то есть уже известных вам не то что вот они только что появились и непонятно как они себя поведут а у них уже вам из и они испытаны уже самой жизнью они вам известны поэтому из таких поставьте сказано также исполненных святого духа и мудрости но мудрости понятно мудрость она проявляется и в словах да и в поступках человека и вот среди этих диаконов будет упомянуть стефан конечно и дальше мы видим что он действительно насколько он мудро проповедовал насколько он мудро беседовал с другими вот а из изведанных и иначе не не исполненных не просто мудрости но и святого духа а святой дух как он по плодам познается потому что понятно что если кто-то проявляет поступает подло да то в лукавую душу не войдет премудрость божия и понятно что такой человек не может быть исполнен святого духа а это именно такие чистосердечные духовные люди которые стараются жить по благодати божией с духовно авторитетные так скажем вот их поставим на эту службу вот на эту диаконию да а мы постоянно прибудем в молитве и служение слова правда вот это вот служение там тоже диаконии говорится тоже и угодно было это предложение всему собранию все церковное собрание здесь тоже в каком-то смысле как пример такой соборности не единолично решает не петр да не просто вот апостолы как такой малый круг учеников христовых а именно все собрание это было угодно всему и тогда вот люди первых христиане избирают и мы читаем и избрали стефана мужа исполненного веры и духа святого то есть вот прежде всего особенно выделяется стефан как человек святой жизни вера которого настолько была живой и горящий трепетный что он не боялся никакие гонений да он проповедовал жил по вере исполнен был духа святого особых дорог благодатных дальше упоминают упоминаются значит стефана и и филиппа и прохора и никанора и тимона и пармена и николая антиохийца обращенного из язычников и и что мы тут видим по самим именам и видим что имена то как раз все эллинские есть получается так что вот эллинисты роптали и пожалуйста тогда вот за раздачу ежедневных потребностей будут отвечать люди эллинской культуры то есть здесь нету еврейских имен да тут имена все греческие ну то есть чтобы уж действительно эллинисты они не имели никакого повода к недовольству ну после стефана вот филипп там еще у нас будет упоминаться в книге деяний прохор кстати это сначала ну как ученик апостола павла дальше будет помогать проповедовать павлу ну сейчас понятно еще павел он там даже и не думает о том что он будет апостолом он савл и гонитель но впоследствии промысел божий их будет сводить всех друг с другом да савл одобряет убиение стефана а потом божьим чудом вразумляется и со временем как раз вот прохор будет ему сопутствовать и в конце уже прохор будет учеником апостола иоанна богослова и будет записывать откровение иоанна богослова ну тимон пармен так вот никонор он считается что он был убит тоже после стефана но в тот же самый день как один из первых мучеников тимон стал епископом впоследствии пармен о нем известно что он умер пред глазами апостолов тоже он исповедник веры христовой и единственно по какой-то причине вот николай антиохиец не помещается в святых там кто-то пытался от него производить якобы ересь николаитов но на самом деле таких сведений данных четких нет и есть вот данные что он жил достаточно благочестиво он имел жену дочерей и дочери его окончили жизнь свою в девстве то есть в девственном таком трезвенном служении и кстати вот николай антиохиец тут сказано что он обращенный был вообще из язычников то есть если предыдущие шесть поставленных они видимо были эллинской культурой но все-таки иудеи то николай антиохиец он вообще вот непосредственно из язычников обращен и привлекается уже к особому служению церкви и вот читаю их поставили перед апостолами и сии помолившись возложили на них руки и вот тут мы видим что происходит особое такое священодействие да когда произносится молитва и затем возлагаются руки на посвящаемых и совершается собственно в каком-то смысле рукоположение конечно в данном тексте на самом деле вот если мы будем внимательны нигде не употребляется слово диаконы то есть они не называют что вот там возведены степень диаконов да тут мы по тексту греческому мы видели слово там служение диаконии да служить диаконейн да но дело в том что термины они устоялись не сразу а вот судя по посланиям апостола Павла конечно же степень диаконов она существовала вот тоже вот именно с раннего такого времени и как бы там ни было вот некое особое священодействие мы тут видим и возложение рук и собственно все хератонии они так и совершаются путем чтения особой молитвы возложение рук и вот посвящение ставленника и самое главное чтобы это вот рукоположение оно по цепочке восходило к самим святым апостолам ну и вот после того как состоялось это избрание семи диаконов все-таки древняя традиция и святоотеческая традиция они все-таки святоотеческая традиция семь поставленных называются все-таки именно диаконами поэтому мы будем следовать этому и после этого значит что то что когда в надежные руки передано вот это вот хозяйственное хозяйственное направление мы видим что все успокоилось все стало на свои места и дальше читаем и слово божие росло и число учеников весьма умножалось в иерусалиме и священников очень многие покорились вере и священников имеется ввиду иудейские ветхозаветные священнослужители которые оказывается тоже начинают принимать веру христовы это очень огромный такой результат проповеди да и вот слово божие растет число учеников умножается и дальше упоминается именно вот выделяется стефан первомученик а стефан исполнены веры и силы совершал великие чудеса и знамения в народе вот о нем сказано что он был исполнен веры и духа святого до этого сказано а дух святой проявлялся в некой вот силе так что он совершал чудеса и знамения он действительно был настолько высокой благодатной жизни что через него господь вершил настоящие чудеса не и из-за этого он конечно же как бы был вот на виду да а будучи на виду он происходили столкновения с иудеями с представителями такого наиболее жесткого иудаизма ортодоксального и тут мы читаем некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из киликии и оси вступили в спор со стефаном но не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил упоминаются синагоги вообще по историческим данным в то время в самом иерусалиме было около пятисот синагог очень много ну как бы маленькими такими кружочками собирали людей и упоминаются синагоги в каком-то смысле не собственно иерусалимские а например либертинцев кто такие либертинцы буквально это вольноотпущенники вот если правильно переводить то слово и имеется ввиду те иудеи которые в шестидесятом году до рождества христова при завоевании римлянами иудеи когда полководицы консул гней помпей вот он захватывает иерусалим он уводит очень многих пленников в рим и там они жили своей такой диаспоры рождались у них дети и потом потом они получили свободу были отпущены из этого римского рабства и составили как бы свой такой вот кружок ну не знаю по какой причине может быть в иудее уже не особо их там рассматривали как чистокровных евреев но так или иначе у них была своя синагога либертинцев а киринейцы кирина ливийская это вот север африки в кирине ливийской там четверть населения был были иудеи и у них значит в иерусалиме тоже была своя вот отдельная синагога как будто они свои упоминаются также александрийцы ну синагога александрийская как это ни странно в александрии это ведь такой достаточно великий город тоже на севере африки египет и там вот представьте себе что две пятых города это были иудейские кварталы то есть сорок процентов населения александрии составляли иудеи и александрийские иудеи они были очень ученые философия там у них распространялась но мы знаем филона александрийского до этого еще там тоже были учителя и вот собственно там именно создана была септуагинта перевод на греческий язык ветхого завета и поэтому они конечно были очень ученые эти вот александрийские иудеи вот они спорили со стефаном упоминаются еще некоторые из киликии и оси вот малазийских областей но это уже как ни странно это получается представители всех иудеев с какой-то диаспорой почему-то вот а именно они хотели показать себя самыми умными вступали в спор со стефаном но сказано не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил то есть и его собственно мудрость и его ученость была очень высокая но кроме того сам святой дух давал ему ясность ума и давал ему прозрение вот что именно и как надо сказать и конечно же оппоненты не могли ничего противопоставить а когда доводы не действуют когда вот получается так что они ничего не могут противопоставить благодати божией то что тогда употребляют употребляют наговор тогда научили они некоторых сказать мы мы слышали как он говорил хульные слова на моисея и на бога и возбудили народ и старейшин и книжников и напав схватили его и повели в синедрион вот тут конечно лука он очень кратко описывает а по большому счету это ведь целые какие то эти вот мероприятия такие масштабные в обществе происходили то есть пока там они наговаривали составляли свои как бы кружки обсуждали все это и говорили что вот там он мутит воду надо как-то его убрать давайте вот скажем что он там против моисея против бога хулит закон наш и потом значит они возбуждают народ это тоже идут какие то дни какое то время чтобы все это бродило среди общественных масс и значит и старейшин да то есть кто-то работает со старейшинами кто-то там с книжниками и потом когда уже общественное сознание подготовлено они нападают на стефана и ведут его в синедрион чтобы выдвинуть свои обвинения и представили ложных свидетелей то есть заранее это было продумано все было продумано у них ну в самом таком лукавом смысле представили ложных свидетелей которые говорили этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон ну собственно помните спасители точно так же осуждали обвиняли якобы он хочет разрушить храм да ну спаситель говорил разрушите храм сие и я в три дня воздвигну его и евангелист Иоанн он поясняет что он говорил это про храм тела своего но я вам скажу что даже если бы разрушен разрушили бы тогда и храм соломонов для спасителя не представляла бы возможность не только там в три дня а в три секунды воздвигнуть храм соломонов потому что христос это воплотившийся бог да если он восстановил тело лазаря четверодневного уже рассыпавшиеся там смертевшие и так далее если он одним прикосновением исцелял там безнадежно больных прокаженных и прочих одним словом исцелял слугу сотник и прочее то восстановить здание для него тоже не представляло никакого затруднения но конечно же никто не хотел это слышать и люди движимые дьявольским таким духом зависти они искали только они одного уничтожения и вот теперь они пытаются Стефана ученика Христова да ученика апостольского тоже также обвинить и обвиняет его в чем в том что повлечет за собой смертный приговор то есть прежде всего в богофульстве ибо мы слышали продолжают они как он говорил что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи которые передал нам Моисей вот мы это вот только что привели вот эти слова которые ставили в упрек самому спасителю и видимо то же самое теперь предъявляют как обвинение и Стефану но дальше самое интересное что вот они обвиняют да они недовольны кипят гневом там в ярости смотрят на него и тут вдруг неожиданно неожиданно такой контраст и все сидящие в Синедрионе смотря на него на Стефана видели лицо его как лицо ангела ну представьте у них кипят эмоции там их раздирает гнев ярость там они скрижечут зубами что он там хулитель он хочет все уничтожить храм там снести с лица земли вот там все поменять там и так далее и тому подобное а он очень кротко и мирно смотрит на них и в его кротких тихих таких вот миролюбивых и любвеобильных глазах отражается вот нечто ангельское то есть вот нет таких земных страстей эмоций которые кипят а он будучи искренним верующим исполненным Духа Святого он и смотрит как ангелы ангелы они все Духа Святого исполнены и в этом как раз вот отражается подлинная такая духовная красота которая противостоит тому безобразию страстей греховных эмоций эмоции вот эти греховные страсти они обезображивают просто лицо человека и конечно те которые сидели они недоумевали ну нет они кто-то вот кто мог видеть они могли конечно быть этим обескуражены что он совершенно не защищается он смело и мирно смотрит лицо его как лицо ангела а обвинителя у них к сожалению совершенно другой настрой но вот на этом закончилась шестая глава и дальше будет уже собственно вот речь святого стефана в которой открывается его удивительная мудрость на этом мы к сожалению завершаем сегодня и дальше с божьей помощью продолжим вместе с вами исследовать книгу деяний святых апостолов всего вам доброго храни вас господь и до скорой встречи россия до скорой встречи декор декор максимум всегда работают